Вы слушаете Авторадио Ванкувер! Вот этот необычный экспонат на смотровой площадке по дороге из Ванкувера в Висле, чем-то напоминающий шахту ракеты, на самом деле не что иное, как мусорка. Она так сделана специально для того, чтобы сюда не могли пробраться дикие звери. Местные жители рассказывают, что здесь зимой, например, вполне могут гулять медведи. Ну и люди, останавливающиеся, могут выкинуть какие-то свои там бутылки, может быть, остатки еды внутрь этого ящика, или, если это более крупный какой-то мусор, прооткрыть специальную крышку, нажав на какую-то там кнопочку и также выбросить все, что необходимо. Медведи, тем более какие-нибудь белки, сделать этого не смог. Радость жизни у местных жителей проверяется во всем, даже в таких деталях, как, например, автомобильный номер. Здесь вот, например, написано Beautiful British Columbia. British Columbia, британская Колумбия, это своего рода Ванкуверская область. И здесь написано прекрасная British Columbia. Кто-нибудь может представить, что, например, на номерах Подмосковья писали бы, какая замечательная московская область. По первому впечатлению, Ванкувер Олимпиадой не живет. Нет такого сумасшествия, как это, например, было в Пекине, что вся страна объединена одной идеей. Но зато необычные символы Олимпиады, необычно оформленные, можно найти в некоторых частях пригорода Ванкувера. Мы сейчас в Ричмонде, и индейец Инук, один из символов белых игр 21-х, создан из таких вот контейнеров, которые обычно используются для перевозки грузов морским или каким-то другим транспортом. Здесь же в Ричмонде, в пригороде Ванкувера, появился еще один символ. Символ, правда, не олимпийский, хотя, возможно, это как часть поддержки сборной России и даже других стран, представляющих бывшее советское пространство. Вряд ли кто-то из жителей Ванкувера, ну, в общем-то, вообще большинство из них знает, что это. На самом деле это бюст Владимира Ленина, на голове которого находится Мао. К российскому происхождению он тоже, как говорят, не имеет никакого отношения. Появился здесь около месяца назад. Опять же, по слухам, какой-то китайский авангардный не то скульптор, не то художник был изгнан со своей родины и в знак протеста поставил вот такой символ коммунизма Ленин, на голове которого находится маленький Мао и держит такую своего рода трость, не трость. Вы слушаете Авторадио Ванкувер.